Предприниматель Борис Лёвочкин работает на себя в сфере общепитой уже более года. И с самого начала взял в аренду кассовый аппарат. В его использовании видит больше плюсов. Человек пришёл, у него нал-безнал. Пробил, у тебя сразу деньги на счёты, ты можешь ими распоряжаться, там никаких препятствий, ничего нет. Неудобства небольшие. Да, я взял его в аренду, 40 рублей плачу в месяц, ну безнал. Аппарат ставил с самого начала с ЦСКНО. Сразу связь, сразу всё видно. И ты можешь заходить себе в кабинет, видеть твои финансы сразу, что ты можешь давать. Ну, удобно. Ну, в 21 век уже никуда не денешься. Действительно, с 10 октября текущего года практически все индивидуальные предприниматели, за редким исключением, обязаны в работе использовать кассовое оборудование. В связи с этим они стали массово обращаться в информационно-издательский центр по налогам и сборам. Ведь именно здесь заключается договор на регистрацию и обслуживание кассового оборудования в системе контроля налоговых органов. Чтобы не создавать напряжённость в работе в сложный эпидемический период и дать возможность субъектам хозяйствования комфортно перейти в новый режим работы, было принято решение. В целях создания благоприятных, комфортных условий перехода субъектам хозяйствования на использование кассового оборудования и не допущение при становлении ими своей деятельности, принимать наличные денежные средства без применения кассового оборудования возможно до 1 февраля следующего года при условии заключения договора с информационным издательским центром до 20 октября текущего года. Однако тем, кто заключит такой договор до 20 октября и продолжит временно работать без кассы, необходимо учесть еще пару моментов. Прием наличных денежных средств такими субъектами хозяйствования должен осуществляться в соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь номер 924-16. Одновременно обращаем внимание, что те субъекты хозяйствования, которые уже заключили и получили на руки договор с информационным издательским центром на обслуживание СКНО, им необходимо использовать кассовое оборудование с даты такого подключения. Чтобы использовать возможность отсрочки, необходимо поспешить, ведь до 20 октября осталось всего несколько дней. Продолжение следует...